Это же неспроста. И поэтому я, в принципе, вчера вообще выбыл из жизни, грубо говоря. Сегодня мне полегче, ребят. И я решил, ну, не знаю, может быть, как-то отвлечься от этих проблем, от того, что навалилось. И попробовать записать ролик. Тем более, вы ждёте новинок, а они уже вышли. Надо бы их как-то освещать. И, в общем, вот такая вот штука, ребят. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что у меня был очень замечательный отец. Самый потрясающий и самый лучший. Папа, я тебя очень сильно люблю. И всегда буду любить. Тяжело очень об этом говорить, понимаете, наверное. Ну, вот, что есть, то есть. Надо как-то отвлекаться от этого всего. Поэтому давайте попробуем как-то отвлечься, что ли. Я хочу, чтобы вы понимали, сейчас роликов будет выходить не сильно много в связи с этой ситуацией. В среду мы его хороним. Завтра, не знаю, смогу выпустить, нет, что-нибудь. В среду точно нет. Потом посмотрим. Так что не обессудьте, как говорит Володя. Попрошу отнестись к этому с пониманием. Вот. Ну, в принципе, сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием The Unexpected Quest. Довольно такая неоднозначная игра, потому что она больше похожа на браузерную какую-то игру. С одной стороны. С другой стороны, она похожа на игры, которые на телефонах выпускают. Такая простенькая какая-то. Я в неё немножечко поиграл. Загрузить, наверное, нет. Как надо? И продолжить, может, игру. Нет, не продолжить, не то. Не загрузить. Сейчас я найду, как это работает. Выйти из игры. Да. Вообще вышел. Молодец, красавчик. Там как-то можно главы выбирать. Играть, наверное. Играть, может быть. Да, скорее всего, да. Ну вот, смотрите, я прошёл две главы и начал на начале третьей. Остановился я. Первая глава у нас там простенькая типа обучения. Вторая тоже. Игра, в принципе, с одной стороны, неплохая, но я бы хотел вам показать кат-сцены и ролики, которые в этой игре сделаны. И они, по-моему, ну просто ужасны и, наверное, показывают все отношения разработчиков к собственному. На игре. В чём загвоздка? Мы плывём на корабле. Корабль попадает в шторм и нас выбрасывают где-то на берег. В первой главе мы собираем вместе матросов в кучку. И решаем отправиться в деревню, во вторую главу. Ну, в расчёте того, что в деревне нам помогут. А на деревню в этот момент нападают зомби. И, собственно говоря, к этим событиям мы подключаемся в процессе со своими вместе моряками, которые попали в шторм. Смотрим кат-сцену, ролик и диву даёмся, что называется. Я не буду текст читать, прочитайте сами, его там не сильно много и он довольно долго держится на экране. Поэтому, я думаю, вы осилите чтение текста. Смотрим кат-сцену, ролик и диву даёмся. 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 И объясняется всё, что происходит в деревне. Блин, этого было бы достаточно. Сделать вот такое описание в начале, скажем, миссии, да. И всё, не надо вот этих идиотских кат-сцен сделать, которые, ну реально, а я просто смотрел, у меня волосы на голове дыбом вставали от того, что там происходит. Как это сделано, так неуклюже, на отвали. Просто на отвали, на мой взгляд. Вот. Блин, ну ребят, ну серьёзно, могли бы сделать вот такую текстовку. Она вполне нормальная, вполне удобоваримая. Но нет, вот делают почему-то такие ролики. Значит, второй квест, в чём суть? Я вам сейчас кратко объясню, чтобы вы понимали. У нас есть еда, у нас есть материалы. Еда тратится у нас на то, чтобы рабочие что-то делали на карте. Материал тратится на то, чтобы строить постройки. То есть, например, построить мельницу надо 160 материалов. Золото нужно, чтобы покупать солдат. В казарме вот здесь мечников. Ну а это, собственно говоря, лимит населения. То есть, мы можем 20, грубо говоря, человек нанять. Сейчас у нас пока что семеро. Вот. Ну где семеро, я, честно говоря, не вижу. Но, может быть, вот все те люди, вот эти местные жители, они, может быть, перечитаются уже вот к этому числу. Вполне возможно. По факту у меня раз рабочий, два рабочие. Это пока что всё, что есть. Рабочие у нас работают за еду. То есть, например, чтобы разобрать вот этот завал, мне надо потратить 50 еды. Вот. Соответственно, я с этого получу 30 золота. Так как еды у меня нету, мне надо набрать еды. Еда у нас валяется вот здесь 30 еды, и тут 30 еды. То есть, грубо говоря, мы нажимаем, один чувак собрал здесь еду, второй побежал здесь, собрал еду. Вся игра абсолютно на кликах построена. То есть, вы кличите там что-то на карте, и они там что-то делают. К примеру. Вот мы сейчас собрали, можем разобрать завал, и помочь вот этому чуваку, фермеру, треверу, чтобы он... Ну, смотрите, суть. Я вам сейчас коротенько объясню. Болтаем с чуваком. Он говорит, там моего друга или брата там обижают, надо ему помочь. Мы, соответственно, бежим здесь. 50 еды у нас уже есть. Разбираем завал. Освобождаем вот этого мечника, который от этого завала сейчас освободится. Всё, мечник свободен. Мы ему тычем, значит, на врага, на зомбака. Он идёт, зомбака убивает. Мы спасаем чувака. Потом мы собираем вот это, все там тыквы. Разбираем здесь забор. Собираем материалы. Скроем тут мельницу. Мельница нам даёт еду. На эту еду мы разбираем всё дальше. Здесь в казарме, собственно, нанимаем воинов уже, соответственно. И таким образом зачищаем всю миссию. Вот, ничего, в принципе, сложного нет. Я в неё уже играл, поэтому нет желания в неё играть. Я давайте, наверное... Даже нет. Выйти из игры у нас не получится, да? Давайте завершим уровень. Я сыграю в третью главу. В третьей главе я ещё не играл. Я только начал, только попал в неё. Там мы, грубо говоря, убегаем из деревни, потому что зомбаков становится слишком много. И решаем пойти в горы, в какую-то крепость. И в этой крепости нас должны будет то ли помочь, то ли мы должны будем перегруппироваться и пойти потом на зомбаков в войну, я не знаю. Что хотел сказать. Катсцены в игре, которые здесь представлены. Знаете, я вначале думал, ну, может, это детская игра как бы для детей вполне норм. Ну, вот. Простенько, но как бы пойдёт. Но, блин, тут есть зомби. А дети и зомби как-то в моём мозгу не очень сочетаются, поэтому... Непонятно. Для детей она сделана, для взрослых, ещё что-то. Так, у нас задача расчистить путь наверх и войти в тоннель к замку Виндобор. Вот, собственно говоря, и погнали. Что мы здесь имеем? Мы имеем материалы. Собираем материалы и имеем двух рабочих. Они носят всё это в ратушу к нам. Окей, понятно. Ратуша. В ратушу мы можем строить рабочих. Чтобы нанимать людей, нужно построить для них жилые дома. В походе нам понадобится много еды. Нажмите на строительную площадку и построите мельницу. А здесь, собственно говоря, клерик. Светилище надо построить. Может исцелять людей, а также активировать алтари. Выполняет все хозяйственные поручения. Например, строить дома и мосты, расчищает завалы. Увольнение персонажа. Увольнять нам их не надо. Так, собрали еду. У вас, да, мы тут можем передвигаться. Карта довольно большая. Сейчас попробуем её худо-бедно пройти. Так, строительная площадка. Мы на неё жмём и выбираем то, что хотим построить. В данном случае надо построить мельницу, чтобы у нас была еда. Второй чувак. А тут надо завал разобрать, да, за 60. Окей. Ждём еды и разбираем завалы. Ты собираешь материалы. А это у нас лесопилка. Она у нас материалы даёт, да? Всё, понятно. Она у нас пилит дрова. Рынок. Мы на рынке можем купить, продать дрова. Либо покупить их, либо продать. Так, собираем ещё еду. Потом идём разбирать завал. Один, потом там второй. Влево-вправо карта немножечко двигается. Но я думаю, смысла нет её туда двигать. Этот пока не можем разобрать, да? Тут у нас сундук. В сундук можно положить полезный, но ненужный в данный момент предмет. Его содержимое сохраняется при переходе между уровнями. Странный шлем. Кому-то отдать его надо. Исцеляющий тотем. Он исцеляет наших воинов. Мало зелья исцеления тоже исцеляет. В принципе, понятно. Так, тут всё собираем. Там у нас получается золотишко. И заклинание урожая. Обычное заклинание, пользующее спросом среди земледельцев. Сейчас он его принесёт. Оно у нас вот здесь должно будет появиться. Так, собираем тыквы. Собираем эту фигню. Вот она у нас. Все мельницы немедленно генерируют ресурсы еды. Но как бы оно нам нафиг не надо. Так, еду собрали. Всё, разбираем этот завал. Два чувака у нас пока что работают. Здесь, я думаю, мы сейчас построим дом с вами. Дом, потом разберём вот этот завал. Поднимемся выше, собственно говоря. Так, тут мы всё это собираем. То есть всё делается мышкой. Кликается абсолютно. Надо просто тыкать на всё, что, грубо говоря, валяется на земле. И тем самым необходимо расчистить место перед началом постройки. Сейчас расчистим. Сейчас расчистим. А, вот тут ещё завал надо расчистить. Да окей, я тебя понял. Завал расчистили. Ты идёшь, тыкву собираешь. Там чё, деревья сейчас... Не вышли деревья, да? Так, расчистили. Расчистили. Строим лесопилку, мельницу, домик. Для домика надо 60 еды. Я думаю, что нам надо домик. Большой дом. Увеличивает число доступных к найму людей на 4. Ну, а тут на 2. На 2. Сейчас маленький домик построим. Большой, я думаю, нет смысла строить. Мы нашли ещё заклинание лесоруба. Все лесопилки немедленно генерируют ресурсы материалов. Окей, так, строим домик. Строим домик. Там у нас не хватает пока завала разобрать. Но у нас сейчас будет 4 рабочих. Да, я правильно же понимаю? Сейчас проверим. Так, тыкву собираем. Деревья собираем. Где у меня... А, 2-4 стало. А где мне их брать? А, мне же их надо построить, рабочих. Правильно? Правильно. Рабочие стоят 100 золота. Нужны ли они мне пока? Я думаю, пока нет. Зачем? Я пока с двумя справляюсь. Так. Сейчас мы разберём этот завал и поднимемся выше. Я думаю, что нам лучше деньги потратить на мечников. Мечники тоже за золото у нас тратятся. Поэтому, как бы... Я думаю, с двумя рабочими мы, в принципе, разберёмся с вами. Надо только сюда периодически возвращаться, чтобы забирать еду, забирать ресурсы. Так. Поднялись сюда. Мало зелья исцеления. Заклинание лесоруба. Таинственный лесоруб. В течение 120 секунд все лесопелки начинают автоматически прибавлять по 5 единиц материалов. Мало зелья исцеления. Таинственный мельник. А чё? Таинственный мельник-то забрал? Забирай. Так. Тут у нас палатка. Рабочие, соответственно, смотрите. Есть палатка. И рабочие уже не носят сюда в ратушу, а носят вот сюда в палатку все вещи. Это типа такого склада. Потом палатка будет где-то, видимо, наверху, либо мы её построим. Собственно, там будет склад у нас. Так, так, что тут пишут? Нажмите, чтобы открыть ваш сундук. Перетаскивайте в него ненужные в данный момент предметы. Содержимое сундука и мешка сохраняются между главами. Так, а как что я могу перетащить-то? Не, ну я могу вот это перетащить. Нет, правильно? Я могу только отсюда перетаскивать. Я так понимаю. Нам странный шлем, наверное, пока не нужен. Таинственный мельник. Автоматически. Так, деревья собирайте. Тыквы собирайте пока. Сейчас мы разберёмся. Тотем пока, наверное, тоже не нужен. Вот эти все заклинания урожая мы всё это уберём нафиг. Оставим пока что только зелья у нас. Да, вот эти нужны будут. Тут у нас что? Тут у нас что? Заклинания лесоруба, заклинания урожая. Мало зелья исцеления мы берём к себе. Так, положили. Вот это давайте тоже собирать. Я уберу в сундук пока что. Сундук, я так понимаю, доступен, в принципе, из любой фигни. Так. А чё, я выкинул что ли? Пипец. Собирай. Вот так вот мимо нажмёшь и он выкинет, собственно говоря, всё это мимо сундука. Так. Ложим сюда. Ложим сюда. Всё собрали, что можно было. Так. Дерево собирай. Погнали наверх. Тут чувак у нас золотоискатель Макгена. Что-то хочет. Помочь Рудокопу. Так. В кузнице изготовить стальную кирку и разработать золотую жилу. Разработать золотую жилу. Принять. В кузнице. Тут сокровищница. Нужна отмычка. Отмычка у нас вот лежит, собственно говоря. Тут мы забираем золото. Тут у нас кузница. Кузница изготовит золотую кирку. Стальная кирка, стальная... Погоди. Золотую или кирку? Разработать золотую жилу. А где у нас журналь, наверное, да, должно быть написано? Стальную кирку и разработать золотую жилу. Всё понятно. Так. Стальная кирка, стальная кирка. Разрабатываем. Вы, чуваки... А чё тут? А тут завал надо разобрать. Завал. А второй пошёл тут всё собирать. Собирать тут всё, не забываем. Так, тот пошёл разбирать завал, собственно говоря. Потом забираем золото. Заклинания богатого урожая. Семенцы немедленно генерируют большие ресурсы еды. Может тратить эти заклинания, что ли? Чё они у меня копятся, да, с одной стороны-то? В принципе. 60 золота у меня осталось, да? Куда оно делось-то? Отмычка. У нас отмычка появилась. Так, а там кирка появилась, да, у нас? А где увидеть, что у нас кирка появилась? Заклинания богатого урожая. Так, давай-ка мы её сгенерируем. Богатый урожай у нас появился. 100 еды, там и там. Окей, норм. А могу ли я отсюда как-то это генерировать? Все мельницы немедленно генерируют ресурсы еды. Ну-ка. Нет, мне надо его сюда перетащить, получается. И тут уже, собственно говоря, сгенерировать. Окей. Так, так, так. Что ещё у нас тут есть? Лесопилки. В 7 месяц начинает автоматически прибавлять по 5 единиц еды. Генерирует. Правой нажал, правой не сработало, да, у нас? То есть надо в любом случае перетаскивать сюда и потом отсюда нажимать. Только таким образом всё это работает. Так, ладно. Побежали здесь, откроем сундук, посмотрим, что здесь. Здесь разберём завалы. Так, а золотая жила где у нас? Тут у нас казарбу, можно воинов нанимать. А где у нас золотая жила? Не-по-ня-но. Так, собираем золото, собираем таинственного мельника, собираем золото, собираем золото. Домик увеличим, 60-200 он стоит, а этот стоит 300. Давай вначале казарму мы построим. Казарму. И тут надо будет 200 дерева. Дерева у нас пока что нету. Мы идём, собираем здесь дерево. Идём, собираем дерево. Тут что ты носишь золото? Почему ты его не берёшь себе? А, это мы открыли сундук. Из сундука вылезло золото у нас. И искусственный лесоруб вылез. Так, так, так. Собираем жратву. Строим домик. Ну вот как бы вот такие вот потыкушечки получаются. Чисто потыкушечки. Ратуша. Клерик. Исцеляет людей. Активируют алтари. Окей. Так, давай вот эту сейчас используем. Посмотрим, что из этого получится. Закнание искусственного лесоруба. Немедленно генерировать большие ресурсы. Материалов. Давай сгенерируем. Зря. Да, он бы сейчас два сгенерировал, а мы так один только забрали, по-моему. Так, ладно, бог с ним. Тут всё построили. Давайте сразу намострякаем мечника за 300, да. Лучник за 300. Стрельбище надо. Маг за 300. Там у нас уже орк есть, да. Соответственно, мы, чтобы до орка добраться, так, надо разобрать вот этот большой завал. Так, кузницы, что мы можем сделать? Позволяет возводить сложные мосты. Позволяет разбирать сложные каменные завалы. Позволяет разбирать сложные деревянные завалы. В этой главе все ваши мечники получают плюс один к уровню. Лучники, магия, это неинтересно. Так, строить сложные мосты. В принципе, нам это понадобится, но я думаю, наверное, где? Вот здесь нам надо будет мост строить, правильно? Чё, потратить на мост золото? Нет? Нет, нам надо вначале сделать мечник. Всё. И идём разбирать завал. Мечник у нас образовался. Завал мы пошли разбирать. Еду мы собираем, материалы мы собираем. Так, здесь, что мы ещё можем сделать? Давайте вот это всё перетащим, активируем потихонечку всё это дело. Так, разобрал. Орк пошёл на нас. Орка надо бить. Пошёл мечник орка бить. Наблюдаем процесс избиения. Так, ну победил. Смотрите, как дальше это всё работает. Мы нажимаем на зелье исцеления. Он, в принципе, у нас чуть-чуть исцеляется. Но не сильно много. Окей. Так, собираем здесь всё это дело. Собираем здесь всё это дело. Собираем здесь тыкву. Тут у нас что, немедленно генерируют ресурсы материалов. Сейчас мы материалы сгенерируем, чтобы у нас всего было побольше. И для ускорения работы можно нанять новых рабочих в ратуши. Не забывайте, что им нужны домики для жилья. Ну давай одного. Наймём за соточку. Да, чё б нет-то? Так, мало зелья исцеления. Всё это у нас тут... Тут, 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 тут надо, чтобы они все сюда прибежали. А это всё они таскают сюда, к нам. Мы сейчас всё это, в принципе, с вами используем. Я сейчас хочу вот эти все заклинания протыкать. Ну вот. Мельницы плюс 5 еды будут делать. Так, это собирай. Это собирай. Так, немедленно генерируют ресурсы материалов. Сгенерировали, забрали. Опять генерация будет, да? Ещё разочек. Так, генерируем. Ещё. Забираем. Так, что у нас тут осталось? Тут у нас осталась вот эта штука. Что она нам даёт? В течение 120 секунд лесопилки изготавливают больше. Ну окей, нажали. Дальше вот эти 2-3 собираем. В сундуке у нас осталась всякая фигня. Ну окей. Так, тут немедленно лесоруб. Давайте ещё немедленно сделаем. Тут у нас получается лечение. Ну и в принципе, как бы пока всё, да? Нас собирали. За 500 мы можем сейчас построить с вами. Надо ли, не надо ли? Нет, наверное, пока не надо. Пошли разбирать здесь. Здесь строим стрельбище. Сейчас лучше лучников, наверное, будем создавать. Подмастерье Дар Радир. Уставший подмастерье устроился на пустых ящиках. При приближении он машет рукой, приглашая его послушать. Ну окей, строим. В игре уже показано, что где стоит, что где строить надо. Тут палатку надо построить, да? Чтобы быстрее ресурсы, ближе носить было. Так, тут не забываем всё это собирать время от времени. Вот так вот. Так, так, так. Построили палатку. Погнали, поболтаем с этим чуваком. Заодно соберём заклинание искусственного лесоруба. Соберите достаточно золота и заточите меч в кузнице. Меч в кузнице. Принять, окей. Меч в кузнице. Надо 600 золота, да? Чуть-чуть золота не хватает нам. Так, искусственного лесоруба. А где бы нам золото-то набрать? Непонятно, да? Меч в кузнице. Золотишко где-то надо. А здесь надо мост построить. Мост построить. 150-250. Там потом золото будет. Староста Грумигорн. Давайте посмотрим, что он там говорит. Постройте 5 домиков при нехватке строительных площадок. Сносите построенные ранее здания. Золото 700. Принять. А этому где разработать золотую жилу-то? Чуть-то я так и не понял. Где золотая жила-то у нас? Улучшите инструменты с новинкими кирками. Легко разберём золотую жилу. Поможем застать искать и сами накладные останемся. Похоже, удача на нашей стороне. Но золотой жилы-то я что-то как-то не вижу нигде. Что характерно. А, вот она золотая жила. Ёперный театр. Пипец. Сейчас она нам даст золотишко тогда. Окей. Если здание построено на строительной площадке, то его можно разрушить. И вместо него построить другое здание. Нажмите для ознакомления. Собственно говоря, нет пока. Нам это нужно. Нам это нужно. Так, меч. Меч. Мы построим меч. Меч мы построим за 600. Да? А получим мы с этого 400. Да? Как-то не густо. Не густо. Надо ли нам это делать? Я думаю, что нет. А ты хочешь, чтобы мы сделали что? Чтобы мы сделали... Ээээ... 5 домиков. Да? 5 домиков. На кой хрен нам 5 домиков? Непонятно. Мы будем строить с вами мост. Сложные мосты. Цена 500. Ну вот что мы с вами будем делать. Так. Ты вроде как всё, да? Вот он нам дал золотишко. Собираем золотишко. Эээ... Так. Тут у нас что? А, это всё время работает. Да, вот эти заклинания. Всё время. Нафиг они мне не нужны. Мы их убираем сюда. И убираем сюда. Это неинтересные заклинания. Тут что у нас? Немедленно генерируют большие ресурсы материалов. Вот это вот хорошая, в принципе, штука. Так. Тут у нас большие ресурсы материалов. Разработанный завал оставляет... О, вот это хорошая штука. Консоль и Саруба. Норм. Эээ... Разработанный завал оставляет после себя ресурс материалов. Держите предмет в сумке, чтобы получить от него эффект. Всё, окей, я тебя понял. Так, тут надо собрать. Натыкиваем вот эту штуку. Собираем побольше материалов. Сейчас натыкиваем вторую. А, там ещё время нужно, чтобы она прошла, да? Ну, сейчас она закончится уже. Так, собираем еду. Натыкиваем эту. Тут у нас что ещё осталось? Эээ... Автоматически прибавлять по пять материалов. Сейчас мы это заберём, наверное, и положим себе в сундук. Так, это тоже забираем. Материалы есть. Идём, строим мост. Идём, строим мост. Тут у нас стрельбище построено. Эээ... Позволять нанимать лучников в казарме. А, окей. Лучника за триста. За триста. За триста. Чё, нанимаем? Пока не знаю, надо ли, нет ли. Так, малое зелье исцеления. Вот, блин, до сундука далеко идти. Вот это вот печально. Приходится возвращаться. Так, это мы сюда. Собираем тыквы, опять же таки, да? Здесь что мы делаем? Что мы тут? У тебя вопрос. Что у тебя вопрос? У тебя вопрос. Тут что мы можем построить? Давай домик построим. Почему бы и нет? Нам же просто пять домиков надо построить, правильно? Я же правильно понял? Пять домиков. Пять домиков. Домиков. Это называется у нас домик, а это называется большой дом. Ага, значит нам надо домики строить. Окей. Так, мало зелье исцеления собираем. Таинственный мельник собираем, вложим в сундук. Чувака, давайте ещё разочек исцелим. Вот так. Окей, норм. Здесь собираем материалы. Надо расчистить начали. Окей, сейчас расчистим. Так, построили домик. У нас их стало два домика, да? Так, собираем, 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 собираем. В сундук убираем вот эту мутатню. Вот эту мутатню. Так, чё? Строим домик. Строим домик. А ты нас дальше-то пропустишь? Нет, там орк. Он нас не хочет дальше пропускать. Да так что ли? Раз, два, три, четыре домика. Значит нам надо что-то разрушить. Но он предлагает мельницу разрушить. Ну давай разрушим мельницу разрушить. Окей. Построим пятый домик. Пятый домик. У нас их раз, два, три, четыре. Будет пять. Будет пять. Пятый строится. Так, построили. Построили, как ты и хотел. Пятый, подарю тебе. Ты нам даёшь золотишко. Окей, ты нам даёшь золотишко и освобождаешь путь наверх. Окей, суть ясна. Мы создаём лучника. Лучника за триста. Так, и собственно говоря, да и говорим вам, двум чувакам, идти мочить того же норка. Опасного. Опасного орка. Может быть не мочить? Тогда как отменить приказ? Непонятно. Окей. Ух, подлечился. Убил он наш. А где лучник? Очень интересно. Лучник не пошёл орка мочить. Ну-ка. Так, погоди. А чё пишет? Требуется мечник. В смысле, а почему не лучник? Для атаки нужны мечники. Их можно нять в казармах. Нормуль. Так, ладно, тогда мы делаем меч второго уровня за 600, да, и нанимаем. Так, он пока делается, пока ждём. Собираем здесь, не забываем. Вот эту фиготню, а еды у нас теперь уже нету. Еды-то у нас уже нету. Но еды вон там много, да. 100, 100, 100, заклинание лесоруба. В принципе, пойдёт. Там нам нужно будет, наверное, клирик. А это уже верхушка в миссии, в принципе. Практически всё. Так, чё у нас изучилось? Готово. Строим мечник, он должен быть второго уровня. Правильно? Я ж правильно понимаю? Давай, попробуем. Построили. Погнал. Мочить орка. Ну, уже пободрее. Давай, чуть-чуть хотя подлечим. Так, а это что? Щит воздуха. Магический кокон принимает на себя весь урон в течение 30 секунд, или пока принятый урон не достигнет 30% от максимального здоровья персонажа. Так, а ты чё с вопросом у нас? А, мы чё-то выполнили, да, у тебя? Ага, тоже можем золотишко собрать и таинственный лесорубь забрать. Окей. Тут, значит, золотишко забираем. И мало зелья исцеления. И еду. И еду, и материалы. И лесопилки генерируют. Забираем. Тут забираем материалы. Пока всё нормалды. Нам остаётся только войти в таблет, для этого нам надо построить мост. Строим мост, собственно говоря. Так, здесь 120 секунд нам эта штука не нужна, мы её убираем в сундук. Убираем в сундук. Чё, надо нам материалы ждать, нет? Мост ждём, пока построят. Построят мост, там на 40 мародёр. Уровень первый, требуется лучник первый. Ага, всё понятно. Так, натыкиваем на него лучника. Ну вот видите, для каждого врага, каждый должен быть там персонаж. Ну прям вообще неинтересно. Побежал бы мечник с лучником стрелять, да, в пару. В паре, было бы прикольно. А так, ну блин. Прям очень по-детски всё это выглядит, прям очень по-детски. Мгновенно добавляют 100 единиц еды. Ну окей. Так, ну и собственно говоря, к замку видно добор. Всё, мы прошли с вами миссию, ребятки. Окей. Проходим дальше. Осторожно, там темная ступенька. Остерегайтесь Балрога. Ну не забрали мы эту штуку, ну да и бокс, не думаю, что это прям критично. В общем, вот такая вот игра. Я прям даже не знаю, как... Что о ней сказать. Очень такая простенькая. И блин. Всё, четвёртая глава. Потом у нас останется пятна, шестая, седьмая и восьмая. На этом, по-моему, игра заканчивается. Ну вот, собственно говоря, вот оно всё, что вы посмотрели. Вот, что ещё хочу добавить. В связи с сложившейся ситуацией, да, в начале ролика вы уже слышали. Я не смогу сейчас много роликов выпускать, к сожалению. Поэтому прошу понять и простить, что называется, да? Я думаю, ближе к выходным, к этим, наверное, я уже приду в нормальный ритм и буду потихонечку всё выпускать и на канале показывать, выставлять. Пока вот так, как есть. Спасибо, что посмотрели, ребятки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно колокольчик ставьте, чтобы были уведомления о том, что новое там появляется на канале. Ну вот. Ну, в общем говоря, заходите почаще. Всё. Всем спасибо. Всем пока-дова.